Эшба Элана Джемаловна родилась в 1989 году. В 2006 году окончила 10-ю среднюю школу города Сухом. В том же году поступила в Институт стран Востока при Институте Востоковедения Российской Академии Наук. Факультет регионоведения окончила с красным дипломом в 2011 году. Владеет английским, арабским, изучает турецкий язык. С 2011 года учится в аспирантуре Института Востоковедения Российской Академии Наук по специальности «История международных отношений и внешней политики». С 2012 года Элана Эшба работает в Центре партнерства цивилизации Института международных исследований МГИМО. Участвует в научных конференциях, в том числе и международных. Автор более 10 научных статей. Восток в мирополитических процессах Восток в мирополитических процессах – тема большая. Какие страны будут в фокусе вашего внимания? Действительно, Восток – это очень обширная тема. И там от Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии, Арабские страны – это огромный ареал. Я думаю, что мы сконцентрируемся, предметно поговорим именно об арабе-мусульманском ареале. Сейчас эта тема наиболее актуальна. Я думаю, что и нашим студентам будет очень интересно рассмотреть подробнее это. Спасибо большое. А вот с чем связано возрастание значения Востока в мировой политике? Мы знаем, что Восток является таким центром, очень конфликтогенным регионом. Так сложилось традиционно, исторически. Там происходят такие события, войны, конфликты. Сирийский конфликт, арабо-израильский конфликт, который до сих пор еще не решен. И света в конце тоннеля не видно. Но вместе с тем Восток в последнее время активно включается в гонку за лидерство. Такие страны, как Китай, Индия, Япония, они уже давно в передовиках. Но вот Юго-Восточная Азия, скажем, Индонезия, Сингапур, Южная Корея, арабские страны Персидского залива и так далее. То есть они очень динамично развиваются экономически. И сегодня очень сложно себе представить решение каких-то проблем без участия, как региональных, так и глобальных, естественно, без участия. А вот значение геоэкономики в новом миропорядке, как можно оценить Вашу позицию? Ну, геоэкономика это, конечно, тоже важный аспект общих глобальных процессов наравне с политическими процессами. Но нужно сказать, что здесь, конечно, такая важная роль Китая и Индии, которая вот сейчас преуспевает в таких наукоемких технологиях, выходит на первый план освоения космоса. И вообще трудоемкие такие отрасли, товары китайские, они сегодня по всему миру, китайские, индийские, японские. Это и автомобили строения, и различные приборы. То есть это, конечно, тоже очень важный аспект и тоже повышает значимость Востока в международных отношениях. Спасибо. И снова кафедра. Для нас с Вами, уважаемые зрители, и наша аудитория студенческая, это еще одна возможность оценить наши молодые кадры по различным темам. У нас в гостях аспирантка Института Востоковедения Российской Академии Наук, научный сотрудник Центра партнерства цивилизации НГИМО Илана Эшба. Тема «Восток в мирополитических процессах». Добро пожаловать. Спасибо. Ну, в первую очередь, я хотела бы Вас всех поприветствовать. Спасибо, что пришли. Я надеюсь, что Вам будет очень интересно. И для меня большая ответственность, конечно, выступать перед Вами, беседовать с Вами в стенах АГУ Абхазского государственного университета. На самом деле, Восток – это, конечно, очень тема многогранная, глубокая, которую невозможно за одну лекцию раскрыть и рассказать. Поэтому я думаю, что мы с Вами сегодня предметно будем говорить именно об арабо-мусульманском ареале, а точнее об исламском факторе в международных отношениях. И я думаю, что в условиях, когда наша страна, наша республика находится на перекрестке Запада и Востока, на пересечении – это очень важно и актуально. Не только изучать опыт западных стран, но и, конечно же, обращать свой взор и на Восток. Тем более, что Восток очень динамично развивается. И помимо того, что, к сожалению, да, это традиционно ареал, где проходят конфликты, очень затяжные, и сегодня, помимо арабо-израильского конфликта, есть еще целый ряд конфликтных ситуаций, в том числе и в Сирии. Восток очень динамично развивается и в экономическом плане, в социальном, в политическом. Целый ряд стран, передовых стран, которые сегодня играют важную роль не только в региональных каких-то делах, но и в глобальном масштабе. Это и Китай, и Индия, и Иран, и Турция, страны Юго-Восточной Азии. Ну, в общем-то, всех их перечислять не будем. И я думаю, что для начала, перед тем, как мы перейдем непосредственно к теме, да, к арабо-мусульманской проблематике, я думаю, что нужно определиться с термином, с которым мы работаем. Термин «Восток». Хотя кажется, что все предельно однозначно, но Восток, он и есть Восток. На самом деле, есть как бы два измерения Востока. Восток географический, то есть в такой, мы его воспринимаем заземленно, то есть в жесткой привязке к географическим границам. Это Азия и это Северная Африка. Ну, в расширительном плане некоторые считают всю Африку и Субсахарскую Востоком, в географическом понятии термина. Но есть термин такой «Восток» в плане идеальном, архетипический Восток, типологический Восток. То есть это Восток, который не привязан жестко к территории или границам каким-то. Это скорее условное единство, культурно-историческое, у которого есть какие-то свои характерные черты, которые отличают Восток от невостока. И такое использование этого термина, оно характерно больше для западной литературы, особенно после Второй мировой войны и начала Холодной войны. Тогда в западной литературе было принято называть Востоком страны социалистического лагеря. Соответственно, социалистические страны и страны социалистической ориентации назывались Востоком, «Западом» назывался капиталистически свободный мир. Но нужно сказать, что после распада Советского Союза появилась новая дихотомия и противопоставление не Восток-Запад, а Запад и не Запад. Наверное, это связано с тем, что развалился Советский Союз, и в обществе витали идеи такого монополярного мира. Осталась одна такая сверхдержава Соединенные Штаты Америки. И, в общем-то, она как раз и олицетворяла Запад. Вместе с ней еще можно к этому лагерю присоединить и Канаду, Австралию, Новую Зеландию, ну, естественно, Западную Европу. Все остальные страны, ну, в геоэкономическом плане еще часто присоединяли к Западу и Японию. Все остальные страны, они попадали как раз в категорию «не Запад». Почему я так подробно остановилась на этом термине? Потому что это непосредственно касается исламского мира. Я думаю, что все вы точно слышали об этом названии «Столкновение цивилизаций». Очень известная работа американского политолога Хантингтона. В 1993 году вышла статья его в американском журнале, очень авторитетном «Foreign Affairs». Она называлась как раз «Столкновение цивилизаций». Через три года вышла уже книга под аналогичным названием. И если суммировать все то, что было высказано в этой работе, то можно так изложить его идеи следующим образом. По Хантингтону, если монархии воевали в средние века преимущественно за территории, то созданием Советского Союза самым таким главным противоречием стала идеология. И в основном преимущественно все конфликты носили идеологическую подоплеку. После развала Советского Союза, как считал Хантингтон, на первый план должны выйти культурно-цивилизационные различия. И он предрекал, что вот этот разлом, он будет идти по линии «Запад-Исламский мир» на первом этапе и потом «Запад» и весь остальной мир. Соответственно, вот эта вот дихотомия и противопоставление «Запада» и «Востока», «Запада» и «Незапада», она здесь получила такое очень четкое определение. То есть под «Востоком» здесь конкретно воспринимался весь «Исламский мир». Конечно, к теории можно относиться по-разному. Ее сегодня очень часто критикуют, с ней не соглашаются. Некоторые, наоборот, на нее ссылаются и говорят, что вот современные процессы, вот это отражение того, о чем говорил Сэмюэль Хантингтон. Но нужно сказать, что очень показательно, что в том же, в 93-м году, когда вышла впервые его статья, госсекретарь НАТО открыто, причем очень откровенно заявил о том, что основной угрозой для безопасности Соединенных Штатов Америки и для Североатлантического Альянса является ислам. И это было не какое-то заявление такое кулуарное, это было предельно открыто. И, в общем-то, можно говорить о том, что это было таким теоретическим обоснованием того, что вот распался Советский Союз, как бы внешнего общего врага нет, и эту нишу надо чем-то заполнить. Предполагалось заполнить ее вот исламом, исламским миром. Ну, потом последовали события, Афганистан, точнее, сначала был теракт в 2001 году в Америке, который стал действительно шоком для всего американского, да вообще для всего мирового сообщества. Потому что, вы знаете, Америка, она же находится за океаном, и там каких-то глобальных событий, все глобальные мировые события, они происходили как бы поодаль. Да, конечно, они принимали участие во Второй мировой войне, был Перр-Харбор, но все-таки основные события, военные действия, они происходили в Европе, и Америка на себе не ощущала каких-то трагических таких моментов. И тут в самом сердце Америки такой теракт, который унес в жизни более трех тысяч человек, и, конечно, сочувствие к Америке было колоссальным. Кстати, вспоминается, во Франции газета «Монт», и она никогда не отличалась, мягко говоря, симпатиями к Соединенным Штатам Америки. Всегда очень жестко высказывалась, но в те дни она вышла под заголовком «Все мы сегодня американцы». Это в какой-то степени развязало руки Америки, потому что у нее был как бы карт-бланш. И вот последовали эти события, известные Афганистан, Ирак в 2003 году, вторжение в Ирак, которые поменяли расклад сил на Ближнем Востоке. Но об Ираке мы поговорим чуть позже. И тут я бы хотела обратить ваше внимание на то, что нужно быть очень внимательными с терминами, с которыми мы работаем. Вот пример, да, ислам и терроризм. Сегодня очень часто можно услышать о термине, скажем, исламский терроризм. Насколько это вообще уместно? Мне кажется, это некорректно. Ислам – это мировая монотеистическая религия, которая, естественно, никакому терроризму, никакого отношения иметь не может. Ислам – это религия, которая не очень сильно отличается от других монотеистических религий. Если мы будем смотреть священное писание, Библию, Коран, Тору, неважно, вы не так много различий найдете и каких-то таких серьезных противоречий, по которым можно вести какие-то такие серьезные дискуссии и не находить компромисса. Единственное серьезное отличие, которое действительно характеризует ислам и отличает от любой другой религии – это то, что ислам – это образ жизни. Ислам регламентирует всю жизнедеятельность, весь жизненный цикл человека. И вот с этим, конечно, связаны ряд таких уникальных явлений, которые характерны именно для исламского мира. Например, шариатские суды. Вот только представьте, что можно выносить какой-то приговор, основываясь не на светском законодательстве, не на конституции, не на уголовном праве, а основываясь на законах шариата, то есть на религиозных законах. Или исламские банки, что вообще тоже является таким уникальным явлением, характерным только для мусульманского мира. Исламский банкинг – вообще отдельная тема для исследований, очень, мне кажется, интересная. Во многих странах, как арабских, так вот, скажем, в Иране, в том же Иране, вот в качестве конституции, основой конституции выступает тоже шариат. Это тоже очень важно. И вот, возможно, такая ипостасия, и особенность ислама, она, конечно, обуславливает то, что многие пытаются, многие силы пытаются и в политических каких-то достижениях, политических целей использовать исламскую риторику, религиозную риторику для того, чтобы массу людей привлечь на свою сторону. И, конечно же, этим пользуются и радикальные экстремистские силы. Это мы поговорили об исламе. Ислам, если говорить об исламе в политической жизни, вот говорят политический ислам. Мне тоже, честно говоря, не очень нравится этот термин, хотя он очень широко используется. Но мне кажется, знаете, ислам, это ислам, религия, политический ислам, там, экономический ислам, какие-то эпитеты подбирать, это не очень правильно. Вот есть термин хороший, исламизм, да, это вот как раз концепция, в связи с которой любые внутренние и внешние проблемы, внутригосударственные и межгосударственные проблемы должны решаться на основе норм шариата. То есть это использование ислама в политических целях для достижения каких-то политических задач. Вот исламизм, да. И это понятие, оно на самом деле не новое. Оно появилось не сегодня, не вчера и не с арабской весной. То есть оно достаточно укоренилось, как на Ближнем Востоке, там, так и на всем мусульманском пространстве. И я думаю, что таким очень большим толчком и серьезным стали события 1967 года, арабо-израильская война, шестидневная война, когда Израиль в течение шести дней наголову разгромил три ведущие арабские страны, Египет и Орданию и Сирию, как вы знаете. И тогда действительно все арабское население пребывало в недоумении, как малюсенький Израиль, государству которому 20 лет, и сумел разгромить ведущие арабские страны, такие как Египет, как Сирия. И, в общем-то, шок был колоссальным. И тогда получили распространение идеи о том, что... в обществе, о том, что, наверное, всему этому виной общество, которое отошло от норм, от принципов ислама, от своей религии, от ислама, от покорности и преданности законом Аллаха. И, кстати, я должна сказать, что ислам в переводе с арабского, дословный перевод этого термина, покорность и преданность. То есть вы понимаете, что здесь, конечно, никакого экстремизма даже в самом понятии не содержится. И вот эти идеи, они были очень широко подхвачены как раз-таки политическими силами, которые тоже стали давить на это, что вот мы для того, чтобы возродить великую арабскую цивилизацию, благо им есть, что вспомнить арабский халифат, чтобы вернуть себе былую мощь, мы должны вернуться вот к нашим истокам, к нашей религии. И тогда вот идеи исламизма, они получили очень такую значительную подпитку и очень много сподвижников и последователей исламизма. Нужно сказать, что следующим событием, которое тоже стало таким значительным фактором увеличение роли исламского фактора в международных отношениях, была следующая война арабо-израильская 1973 года. Она не принесла никаких территориальных приобретений ни Израилю, ни арабской стране, но, в общем-то, было одно такое достижение, очень важное, то, что после окончания войны резко возросли цены на энергоноситель, на нефть. До войны нефть стоила 2 доллара за баррель, после окончания войны цены возросли в 4 раза и в дальнейшем они продолжали постепенно, медленно, но верно возрастать. Естественно, это привело к резкому обогащению стран-экспортеров нефти и, ну, я думаю, что все вы знаете, что основные запасы нефти находятся на Ближнем Востоке. Это монархи Персидского залива, это прежде всего Саудовская Аравия, Кувейд, Катар, Аман, Эмираты и так далее. В общем-то, и эти средства, которые полились огромной струей, и которые, ну, не потраченные средства, естественно, Саудовская Аравия стала вливать в поддержку исламских организаций, в усиление исламского образования, привлекать студентов, миссионерские какие-то движения. То есть вот эти деньги, они стали тоже такой подпиткой исламизма, да. Вот этого вот движения политического ислама. Ну, нужно сказать, что был еще ряд событий. Исламская революция в Иране, тоже в 79-м году. И вот войск, советских войск в Афганистан. Опять же, усиление роли исламского фактора в международных отношениях. Ведь афганцы, они воевали против советских войск, как против неверных, да, гяурами называли. И очень сильно возросли такие экстремистские взгляды именно в Афганистане и на помощь афганцам, поддержать их в этой борьбе. Приходили люди со всего Ближнего Востока, с Пакистаном. Граница с Пакистаном вообще не контролировалась тогда. То есть можно было спокойно передвигаться. И, кстати, возглавлял все это движение, они безызвестны, Усама бен Ладен, который тогда воевал против советских войск. После вывода советских войск через 10 лет, в 89-м году, свое оружие он повернул против американцев, которые тогда как бы спонсировали всю эту борьбу. Ну, в общем-то, тоже нужно сказать, что вот этот афганно-пакистанский узел с того времени, он все еще является такой болевой точкой, очень нестабильной частью Востока. И вот в 2014 году, я не знаю, будет оно или не будет, но, по крайней мере, американское руководство заявляет о том, что в конце 2014 года они выводят свои войска из Афганистана. Что там будет, кто там придет к власти, талибы, или там какие-то пакистанские экстремисты, связанные с Пакистаном, неизвестно, но я думаю, что напряженность в регионе, она будет оставаться. Нужно сказать, что потом постепенно проявилась динамика победы исламских движений и партий в разных странах, арабских и не только арабских. В 91-м году исламское движение победило на выборах в Алжире. Значит, потом Хамас в Палестине. И нужно сказать, что после победы Хамас, еще, кстати, в Турции, нашей соседней стране, победила тоже исламская партия справедливости и развития во главе с Эрдоганом на выборах. Это исламское движение, хотя, казалось бы, Турция, светское государство, Турция, которая позиционирует себя как европейская страна и стремится в Европейский Союз. Но, тем не менее, там тоже есть настроение. Эрдогана называют исламистом, умеренным исламистом. Но, в общем-то, наверное, в какой-то степени это соответствует действительности. То есть, опять же, мы видим, что исламский фактор, он сегодня расширяет свои границы. И это явление не только арабское. Это явление такое очень масштабное и не только региональное, но уже и в глобальном масштабе имеет очень серьезное значение. Ну и последнее событие, арабская весна. Естественно, они тоже дали такую подпитку исламизму и укреплению его позиций в обществах, в странах, среди населения арабских стран, особенно тех стран, в которых прошли вот эти вот революционные события. Это и Северная Африка, и Ближний Восток, и та же Сирия. И, в общем-то, нужно еще сказать о том, что помимо всех политических событий, которые происходили, которые, естественно, влияли на то, что исламский фактор стал такой очень глобальным фактором, есть еще ряд аспектов, которые нужно учитывать. Во-первых, демография. Наверное, банально будет говорить о том, что население Европы сокращается, этот процесс уже идет давно, и, в принципе, нет никаких предпосылок для того, чтобы ситуация как-то изменялась. Прирост населения в Европе в основном идет за счет мигрантов. Мигранты прибывают в Европу либо с Севера Африки, либо из Азии, из Ближнего Востока, то есть из бывших колоний. И мусульманское население в мире, оно очень быстро возрастает. И это, ну, традиционно исламские семьи, мусульманские семьи многодетные. И этот процесс наблюдается не только на Ближнем Востоке, в той же Европе. Население мусульманское возрастает. И в России, вот, например, 20-20 миллионов, 18-20 миллионов мусульман. И это мусульмане не приезжие, то есть это не гастарбайтеры или не какие-то мигранты. Это коренное население Российской Федерации. Это Кавказ, Северный Кавказ, Поволжье, Татары, Башкиры. И есть исследования, вот, в частности, в МГИМО проводились такие исследования, что в России к 2050 году численность мусульман сравняется с численностью христианского населения Российской Федерации. То есть вы понимаете, что, конечно же, вот, работа с мусульманами и вообще учет вот этого исламского фактора, он, конечно, играет очень серьезную роль как во внутренней политике, так и во внешней политике Российской Федерации и очень многих стран, в том числе и европейских стран. Вообще, на сегодняшний день мусульман в мире проживает, ну, как обычно говорят, больше полутора миллиардов человек. Это 1,6 миллиарда, ну, как бы такая средняя цифра, но она, естественно, не стоит на месте, и численность мусульман увеличивается. Следующий фактор, о котором я уже немножко так вскользь упомянула, но, думаю, что нужно так вот четко отметить его, это, конечно, нефть. Черное золото, которое в огромных количествах, месторождение которого в огромных количествах находится на Ближнем Востоке. 70% всех запасов нефти находится на Ближнем Востоке. И нужно сказать, что, естественно, колоссальные доходы, которые получают экспортеры энергоносителей, в частности, нефти и газа, они колоссальные, и очень многие страны Персидского залива, они держат свои активы и деньги в западных банках. Если вдруг что-то случится, и они в один день захотят свои деньги оттуда снять, там, несколько триллионов долларов, то рухнет вся финансовая система мира, то есть это тоже очень серьезный фактор, который нужно учитывать. Сегодня весь мир зависит от энергоносителей, естественно, от нефти, и очень много конфликтов, даже та же Украина, да, транзитная территория. Почему такое пристальное внимание? Не только потому, что там Россия укрепляет свои позиции и так далее, усиляется, но потому что тут розитая территория, и придет зима, и Европа как-то должна получать российскую нефть через украинскую территорию. То есть в каждом конфликте можно найти, ну не в каждом, но в большинстве, вот как раз-таки вот этот энергетический фактор, который тоже становится все важнее и важнее. Вообще, нужно сказать, что, к сожалению, Ближний Восток, это арабо-мусульманский ареал, это исторически и традиционно так сложилось, что территория очень конфликтогенная, и поставщик различного рода этнонациональных, этнополитических конфликтов, несмотря на то, что они стремятся к какой-то унификации, к какому-то единству, они понимают, что в современном мире, конечно же, нужно создавать какие-то блоки, какие-то организации, на примере, скажем, ОСИАН, ШОС, то есть НАТО, да, то есть идет какой-то такой процесс в мире, и надо сказать, что ислам еще почему уникальная религия, что это единственная религия, у которой есть своя организация, это ассоциация исламской конференции, сначала была, сейчас исламского сотрудничества ОИС, и она объединяет все арабские страны, все мусульманские страны, и очень разветвленная система, там есть огромное количество филиалов, институтов, есть свой банк развития, это исламский ООН, организация объединенных наций, и, в общем-то, это тоже отличительная черта, то есть ни у христиан, ни у буддистов, ни у одной другой религии такой организации нет, но вместе с тем, вместе с пониманием, того, что нужно как-то объединять усилия, все-таки, к сожалению, ну, они еще не могут прийти к какому-то полному согласию, на самом деле это наблюдается во многих конфликтах, в том числе арабо-израильский конфликт, который до сих пор не решен, и, наверное, в ближайшее время как-то ждать каких-то серьезных изменений тоже не приходится. Нужно сказать, что отдельным аспектом этого конфликта является статус Иерусалима. Вообще, ну, Иерусалим юридически это территория Израиля, но вот Палестина считает Иерусалим своей столицей, столицей своего государства. Кроме того, ОИС, организация, о которой я только что говорила, у нее в уставе прописано, что Иерусалим должен быть штаб-квартирой этой организации. И это позиция, от которой не откажется ни один руководитель ни одной арабской страны никогда. То есть это очень жесткая такая позиция. Хотя нужно сказать, что внутренние противоречия, вот, казалось бы, да, непримиримые враги Саудовской Аравии и Израиль, там вообще, там, если посмотреть заявления друг о друге, что там разбомбить Израиль, уничтожить, стереть с лица земли и так далее, так в последнее время уже Саудовская Аравия готова идти на какие-то контакты с Израилем для того, чтобы контролировать Иран и ядерную проблему Ирана, казалось бы, да. То есть суннито-шиитские противоречия, они здесь приобретают какое-то новое звучание и очень серьезные разлады, когда Саудовская Аравия готова каким-то образом сотрудничать с Израилем. И нужно сказать, что действительно суннито-шиитские противоречия, они сегодня являются таким, ну, важным трендом, который нельзя не учитывать, когда мы говорим о Ближнем Востоке и о ситуации на Ближнем Востоке. Еще отличительной чертой исламского мира, арабо-мусульманского мира, является то, что у них нет своего центра, одного центра. То есть лидеры шиитского мира, Иран, да, главная страна в шиитском мире, у суннитов лидеры Королевства Саудовской Аравии, Турция, она себя вообще позиционирует отдельно, но это тоже такой центр отдельно, хотя, опять же, светская страна, страна, взгляды которой повернуты в Европу. И, кстати, вот вспомнила еще, почему Турцию не принимают в Европу. Конечно, есть огромное количество мнений и факторов, и причин, но вот есть еще такое расхожее мнение, что ведь это огромная страна, несмотря на то, что, да, вроде бы светская, но все-таки преобладающие, там живут мусульмане и практически около 80 миллионов человек. Через три года, по прогнозам, население Турции должно сравняться с населением Германии, крупнейшей европейской страны. И представьте, если вот Турция, такая крупнейшая страна, да, войдет в состав Европейского Союза. Во что тогда превратится Европа? То есть это исламизация, которую европейцы боятся как огня, и с которой борются, и с которой вот сейчас, ну, очень, знаете, вот это действительно, они понимают ислам как действительно самую важную угрозу, потому что все попытки как-то интегрировать исламское население, которое приезжает из колонии, который уже, может быть, в каком-то во втором, в третьем, в десятом поколении живут в Европе, но они не интегрируются, они живут по своим традициям, так как было принято у них когда-то, они исповедуют свою религию, ходят в мечеть, в общем-то, выполняют все предписания религиозные. И интеграции, ассимиляции не получается. И та же политика мультикультурализма, которая была, в частности, в Германии, в Британии, в общем-то, она показала свою неэффективность. И опять же, вот этот разлом цивилизационный, Запад-Восток, он сегодня тоже очень актуален. Но должна сказать, что у Ближнего Востока, конечно, огромный потенциал, мы сегодня об этом поговорили, и человеческий, и экономический потенциал. И я думаю, что есть все предпосылки к тому, чтобы этот регион развивался динамично и показывал такие темпы роста, которые он может показывать, в случае, если он сможет как-то поработать и прийти к компромиссу, к решению каких-то проблем, противоречий, которые, на самом деле, можно решить. Только нужна политическая воля и желание государств и народов этих государств поучаствовать в судьбе своего региона и вообще международных отношений. У меня к вам такой вопрос. Восток, в геополитическом плане, что он из себя представляет? Помимо того, что там очень много энергии, вы сказали, нефти очень много. Помимо этого, в геополитическом плане, что он из себя представляет? Ну, знаете, говорить в целом, я опять же говорю, что изначально я действительно хотела поговорить о каждой стране, немножко там вам рассказать, но это невозможно сделать за одной лекцией, потому что каждый ареал... Восток — это же не одна страна, да, то есть это огромное количество стран. Каждый ареал, он особенен. И вот конфуцианско-буддийский, например, да, Юго-Восточная Азия, скажем, да, динамично развивается. Сегодня очень много продукции поступает не только из Китая, да, которая завалила всю Европу, Россию, и с ней невозможно бороться и конкурировать, потому что дешевая продукция и достаточно хорошего качества. Сегодня Юго-Восточная Азия тоже включается в этот процесс, в частности Индонезия, Малайзия, Сингапур и так далее. Индия, которая развивает высокие наукоемкие технологии, осваивает космос, Индия и Китай, естественно. Ну, Япония, они, я думаю, вообще излишне говорить, то есть она уже давно показывает очень высокие темпы роста, продолжительность жизни, там, ну, высокие технологии, действительно, и экспортирует эти технологии в другие страны. Помимо энергоносителей, там, конечно, есть огромные залежи других ресурсов, которые тоже импортируются, это в основном сырье. На самом деле проблема такая же, как и в Абхазии. У нас тоже есть сырье там различного рода, но мы не обрабатываем здесь, то есть мы экспортируем сырую продукцию, не обработанную, и в этом плане у нас очень много общего с такими развивающимися восточными странами, но, тем не менее, по крайней мере, понимание того, что нужно что-то менять и что-то делать, работать в этом направлении, есть. И с каждым годом, если наблюдается хотя бы десятилетие такого стабильного развития, то, имеется в виду, без конфликтов, без каких-то войн, то, в общем-то, страны Востока показывают очень динамичное экономическое развитие, выходят на новый уровень, в том числе и в международных отношениях. Иранская ядерная программа, например, ядерное оружие, химическое оружие в Сирии и в ряде других стран, то есть в Пакистане, ядерное оружие есть и в Пакистане, и в Индии, в Израиле по некоторым представлениям. То есть, в принципе, у них есть чем похвастать, но они этого не делают. Согласны ли вы с терминологией? Вот современники русско-кавказской войны, в основном генералы, например, Фадеев, писали о том, что русско-кавказская война Российской империи была развязана, чтобы пройти к странам Востока и захватить... Ну, главное, что они хотели Российской империи захватить Индию, главное. Ну, вот согласны ли Яков Гордина, сегодняшние современники уже соглашаются с этим, и говорят, что на самом деле русско-кавказская война началась, чтобы пройти Россия, смогла выйти на Восток. Согласны ли вы с этой терминологией? Ну, вообще, я должна сказать, что это изначально не российская позиция по поводу того, что Россия хотела пройти на Восток. Впервые она была озвучена в британской литературе, в английской литературе, да, и очень так подробно, даже газеты об этом писали, что вот Британия же тоже внешний фактор в Кавказской войне, то есть она, естественно, активно не принимала в военных действиях участие, но она следила за тем, что здесь происходит, и вот с этой шхуной Виксен тоже, ну, вы знаете. И так вот, она оправдывала свой интерес к этой войне тем, что она якобы защищает свою жемчужину, свою Индию, да, колонию, потому что вот такие империалистические замыслы у России. Но, знаете, я думаю, что это, ну, как минимум не соответствует действительности. Ну, конечно, потому что Россия растущая, точнее, Российская империя – это растущая держава, которой нужно было сохранять безопасность и стабильность на своих границах, которой нужен был выход на моря для того, чтобы расширять свои рынки, для того, чтобы экспортировать, импортировать продукцию. Так как она, выход был только на Северные моря, да, то есть там, а здесь через Черное море Вазовска, то есть, да, Босфорда, Роданелла, вы сами говорите, да. То есть это транспортные пути, которые необходимы были империи для того, чтобы она могла считаться империей, контролировать огромную территорию. Тем более в условиях соседства с Османской империей, которая тоже претендовала на такую лидию, на роль лидера в регионе. Поэтому я думаю, что только региональные были причины. Вы затронули об Суницко-Шейское, то есть там идет уже некое разделение, да. Ну, поскольку вы уже занимаетесь этой деятельностью, вы уже изучаете, вот на ваш взгляд, вот чем они отличаются, Шейское положение и Суницкое? То есть мы знаем, естественно, в мире большинство Суницкого, да, вот они в основном суниты. Вы знаете, сколько процентов шиитов, и можете ли вы что-нибудь рассказать нам о шиитах? То есть почему в исламе получилось такое разногласие? Ну да, большинство населения, исламского, мусульманского населения в мире, это суниты, шииты проживают в основном, значит, в Иране, в Ираке, большинство шиитского населения. В Сирии, ну вот можно ли считать алавитов шиитами, то есть правящий режим? Да, некоторые считают, что да, это направление шиизма, но, в общем-то, оно настолько далеко ушло от традиционного ислама и шиизма в частности, что, в общем-то, некоторые следователи говорят, что это отдельная вообще религия, но, тем не менее, вот этот шиитский пояс, который образовался после вторжения американцев в Ирак и поменял баланс сил в регионе, значит, Иран, Ирак, Сирия и Ливан, где тоже, как бы, лидирующие позиции занимает Хизбалла, шиитское, исламское движение. В Ливане, да, но в Ливане не большинство шиитов тоже проживает. Я так думаю, что, я боюсь ошибиться, но в Азербайджане проживают тоже шииты. Процентов 15, может быть, 10-15 от общего населения мусульман, да, это шииты. На самом деле, таких серьезных разногласий между суннитами и шиитами нет. И, естественно, это одна религия, там в обрядовости есть какие-то вещи. Я знаю, что вот у суннитов, например, они позволяют выборность халифов, да, то есть, а в шиизме они считают, что имамами могут быть, то есть, главами исламских общин могут быть только прямые потомки Али, мужа Фатимы, дочери пророка Мухаммеда. То есть, это наследственно и... Да-да-да, да. Ну, есть еще какие-то мелкие, это основное отличие, там, есть еще мелкие отличия, которые, ну, не так значительные. Но я, опять же, вам говорю, между суннитом и шиитом, как вот простым суннитом и шиитом, населением, да, у них нет противоречий. Это политические противоречия, то есть, опять же, я вам говорю, суннитский мир — это Саудовская Аравия, шиитский мир — это Иран, и там уже идет региональная борьба, и здесь не надо искать причины именно в каких-то таких идеологических различиях. Вы говорили о том, что и Европа, и Америка, они пытаются препятствовать распространению ислама на своих территориях, и такой вопрос, какими средствами или действиями даже Европа или Америка, они препятствуют, происходит проявление этого препятствия развитию ислама на своих территориях. Спасибо. Я должна сказать, что вот не то, чтобы они препятствуют, но они понимают то, что они не могут интегрировать это население, мусульманское население в свое общество. То есть, они живут какими-то отдельными анклавами. Естественно, европейцы и американцы воспринимают их как потенциальную угрозу, потому что они не ассоциируют себя европейцами, не ассоциируют себя американцами. Это немножко такая вот отдельно изолированная группа людей. Нужно еще учитывать то, что вот за 50 лет, с 1950 до 2000 года, население мусульман в Европе утроилось, а в Соединенных Штатах выросло в 14 раз. То есть, ну, значительный рост. И опять же, вот эти вот теракты, боязнь, это уже идет на таком, знаете, уровне. Даже не могу сказать, что идут какие-то политические программы по регулированию населения и так далее. Наоборот, Европа пыталась предпринять какие-то действия для того, чтобы помочь мусульманам интегрироваться в общество. Там вот эта вот толерантность, мультикультурализм. Да, но получается, что это все не действует, это все не работает. И программ по сокращению численности мусульман, конечно же, в Европе нет. Ну, по крайней мере, осознание того и боязни, какой-то угрозы, которая исходит от мусульман, она есть. И я, наверное, это рождает какие-то такие националистические настроения. Вот вы знаете, во Франции Марии Липен, вот ее такая партия, которая как раз-таки за чистоту, за... Кстати, во Франции, в той же Франции, буквально года два назад, или даже в прошлом году, на конкурсе красоты победила француженка, достаточно такой европейской внешностью, и темноволосая, и арабы, местные арабы, арабское население во Франции, они стали протестовать, что она не соответствует стандартам современной красоты во Франции, то есть она недостаточно похожа на большинство населения, которое они считают, что вот должно выглядеть больше такой ближневосточной внешности. Опять же, то есть конфликт идет, и к чему он приведет, трудно предсказать, на самом деле. Моя фамилия Дабаев, звать Игорь Прокосович, я доктор философских наук, профессор Южного федерального университета в Ростове-на-Дону. Вот, вхожу в небольшое число тех исследователей в России, которые занимаются политическим исламом. Хотя сегодня наш докладчик сказал, что ей этот термин не нравится, но он достаточно устоявшийся. Хотя в последние годы мы все больше и больше уходим от того, чтобы называть исламский экстремизм, исламский терроризм и так далее, мы перешли на исламизм и соответствующие понятия. Когда речь идет об экстремизме, то речь идет о радикальном исламизме. И это очень важное и интересное понятие, которое вошло в обиход давно. Оно, в общем-то, существует уже столетия. Я, насколько понял, вас тема в общем и в целом заинтересовала. И автор, наш докладчик сегодня, видимо, ставил себе целью разбудить ваш интерес, побудить вас к дальнейшему изучению. И я здесь бы как раз вам позволил назвать целый ряд источников, которые сегодня есть и зарубежных авторов в переводном варианте. И за последние годы у нас появилась целая плеяда отличных исламоведов, в том числе молодых людей, написавших, я бы сказал, уникальные книги. Вот из числа таких зарубежных авторов я бы вам прежде всего порекомендовал бы американского автора Бернарда Льюис. У него множество монографий, но для вас было бы интереснее всего «Ислам и Запад». У нас лидером и, можно сказать, патриархом в этом направлении выступает московский автор, общеизвестный Игнатенко Александр Александрович. Он сегодня является директором Института религии и политики. Есть такой сайт, там очень много литературы в приложении к библиотеке, вы можете их почитать. Безусловно, в рамках данной темы, сегодня постальной, вас заинтересовала бы его следующая книжка «Халифы без халифата». В конце 70-х годов написано, но Александр Александрович, как умнейший человек, великолепнейший арабист, он предвидел развитие ситуации. Но есть и другие у него произведения, например, «Ислам и политика». Очень интересный автор появился, молодой у нас, русский парень из Новосибирска, Чудинов Сергей Иванович. Он опубликовал уже несколько монографий, и одна из последних у него – «Терроризм смертников». Я бы предложил вам познакомиться с моей последней, я вообще написал больше 20 монографий на эту тематику, но последняя моя работа, довольно-таки крупная, называется «Радикализация ислама в Российской Федерации». Она опубликована московским издательством в прошлом году. Теперь у вас вопрос станет, где вы все это можете найти. Я предложил бы вам регулярно заходить на наш сайт. Буквально несколько месяцев назад мы организовали в Южном Федеральном Университете сайт, где собрано колоссальные массивы литературы по Закавказью, Северному Кавказу, Исламу и так далее. Вот, Илана, я бы вас попросил, если вам не трудно, напишите «Кавказ...» Я вам рекомендую, заходите, посмотрите. Вам это будет полезно. «Кавказ.сфеду.ру». Мне интересно, почему защищаются от мусульман? Как верно докладчица сказала, мы различаем ислам как религию, как веру и ислам политизированный. Почему сегодня и лекция была основной ключевой, ключевые слова – исламский фактор. Исламский фактор – это всегда политика. Это не религия, вера. Поскольку тема прозвучала, как восток в мирополитических процессах, у меня к вам несколько вопросов. Савицкий, который стоит у основ евразийства, он говорил, что Россия и не Европа, и не Азия, что это Евразия. Я понимаю, что евразийство не всеми поддерживается и так далее, но тем не менее сейчас это направление очень сильное. Скажите, вот Россия в той структуре восточной, которая сложилась на сегодняшний день, какое место она занимает? Или же, может быть, если не занимает место именно в этой структуре, то может влияние России? Я поняла вопрос. Но нужно сказать, что, конечно, с распадом Советского Союза позиции России, они, конечно, очень ослабли вообще в мире, и на Востоке в частности. Потому что в советское время Россия и на Ближнем Востоке имела очень хорошие позиции и связи, в том числе, кстати, с Сирийской Арабской Республикой. Но в последнее время действительно предпринимаются шаги, направленные на то, чтобы вернуть утраченные отношения, утраченные связи и наладить отношения с целым рядом стран восточных, в том числе, в первую очередь, с Китаем, с которым очень динамично развиваются отношения. Это организация ШОС, в которой и целый ряд азиатских, центрально-азиатских республик, Китай, Россия. Как я уже сказала, Россия стала членом-наблюдателем в организации исламского сотрудничества. Хотя Россия не считается мусульманской республикой, естественно, мусульманской страной, но тем не менее ее приняли как наблюдатели. И нужно сказать, что в последние годы она очень сильно укрепляет свои позиции на Востоке. И в России есть понимание того, что Россия может в условиях такого нестолкновения, но каких-то противоречий между Западом и Востоком, особенно ближневосточный конфликт и Сирия, когда Соединенные Штаты – это действительно такой образ врага. Россия может стать таким мостиком между Западом и Востоком, и она пытается действительно эту нишу занимать и позиционировать себя как такая держава, которая наполовину европейская, наполовину азиатская. И нужно понимать, что и территориально, и демографически так оно и есть. Потому что на территории России проживают как мусульмане, так и христиане, и, в общем-то, буддисты. И свои позиции, и свои интересы они имеют. Хорошо. Значит, вот продолжение как раз-таки, поскольку Вы заговорили о взаимоотношениях возможных, да, Китая и России. Раньше была очень интересная концепция или идея, которая принадлежала одному из крупнейших немецких геополитиков. Был такой Карл Хаусхофер, наверное, слышали вот о нем. Он умер в 1945 году, покончив с собой. У него была такая идея о необходимости создания континентального блока Германии с Россией. Но мы знаем, что получилось, значит, в то время. Но дело в том, что вот сегодня, когда вот мы видим, как ситуация развивается, и большую роль играет в настоящее время пока еще концепция, петля анаконды, как называется эта концепция, которая направлена, например, скажем, на удушение той же России. Вот скажите, вот идея Хаусхофера с новым содержанием, она возможна? Я имею в виду создание континентального блока, скажем, России и Китая. Ну, я думаю, что пока преждевременно об этом говорить. Но то, что Россия сегодня действительно ориентируется во многом на Восток, на Китай, на Индию, особенно вот учитывая последние события, и Крымский кризис, и возможные санкции Запада и США. То есть Россия, мне кажется, свои взгляды сегодня немножко так поворачивает на Восток, тем более, что там действительно очень динамично развивающиеся страны, очень перспективные страны. И мне кажется, этот ареал, он действительно очень перспективный для России, для развития отношений. Потому что, к сожалению, еще даже на советский уровень эти отношения не вышли. Есть огромный потенциал, который нужно развивать. Для того, чтобы создавать блоки, я думаю, что пока ни Россия, ни Китай к этому не готовы. Потому что есть целый ряд таких спорных моментов, которые, ну, не все безоблачно тоже в этих отношениях. Ну, по крайней мере, хорошие. И, в общем-то, по-моему, в истории никогда не было настолько высокого товарооборота, и столько договоров, особенно в последние несколько лет было подписано, в том числе и экономического характера. Я думаю, что вот эта тенденция, она и тренд, он будет развиваться и продолжаться. Пока еще доллар остается единственной международной валютой, перемещение экономического и финансового центра с запада на восток, о котором мы говорим, не произойдет. То есть очень важно, чтобы юань и рубль стали резервными валютами. Но вполне возможно, что это произойдет, может быть, не сегодня. Иногда прогнозы, они могут, в общем, оправдаться, может, нет. Вот, например, очень интересно, что специалисты говорили, что по показателям ВВП Китай выйдет на первое место, ну, сейчас США на первом месте, да, в 2017 году. А сегодня уже пошла информация о том, что Китай уже по показателям прошлого года или текущего года, она уже вышла на первое место и так далее. То есть мир очень быстро меняется. А Япония выходит на второе место. Да, Япония на второе место. Япония особая тема, потому что, вы знаете, Япония не проводила свою внешнюю политику, потому что она была, как бы, загружена теми обязательствами, которые Япония взяла условием договора в Сан-Франциско, по-моему, в 1951 году. Но, тем не менее, конечно, самое интересное, что можно в нашем настоящее время отметить, это, наверное, то, что если евроатлантическое сообщество до сих пор затовало главный тон, то постепенно происходит перемещение главного центра политического, экономического и финансового на восток. Посмотрим, что из этого получится. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»